Подобные мероприятия традиционно носят некий неформальный характер. И несмотря на то, что есть регламент, есть площадка для выступлений, по большому счету цель подобных форумов – общение. Это собрание 44-е по счету. Три года назад родилась идея собирать представителей муниципальной власти, общественников, лидеров мнений, людей, которые владеют ситуацией на местах и могут в практически неформальной обстановке предметно обсудить ту или иную проблему. Как показала практика, эта система прижилась, хотя формат с годами несколько поменялся. Мы раньше проводили форумы в одном муниципальном образовании, взятом. Но пришли к выводу, во-первых, что у соседних муниципальных образований схожая проблематика, поэтому, во-вторых, опыт у всех порой разный и полезно послушать, что происходит у других. Ну и в-третьих, это, конечно, экономия средств и ресурсов, потому что собрать один раз проще, чем собрать три раза. На нынешней встрече присутствовали представители сразу четырех муниципалитетов. Ленинский район представлял глава района Олег Хромов. Гостями форума стали Евгений Серегин, глава города Лыткарина, Николай Пестов из Подольска и Александр Двойных, глава городского округа Домодедова. На встрече присутствовали также представители правительства Московской области и депутаты областной думы. Первую часть форума на правах хозяина открыл глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, но он не стал зачитывать свою часть выступления. Вместо этого гостям продемонстрировали ролик, где рассказывалось об успехах, которые удалось достичь в последние несколько лет. Все-таки взял и выхватил, как говорят из контекста, четыре основные проблемы. Это в социальной сфере здравоохранение, образование, дошкольное образование, спорт, главное это дороги. Потому что каждый человек каждый день ходит, ездит, передвигается по удобным или неудобным дорогам. Сегодняшний форум показал о том, что большинство вопросов все-таки было по дорогам. Действительно, большинство вопросов касалось ремонта старых и строительства новых дорог. Как правило, ответы на них давал заместитель начальника главного управления дорожного хозяйства Олег Бурцев, дополняли которого главы муниципалитетов. По ряду вопросов, задаваемых гражданами, представитель областного правительства пообещал провести необходимую работу. Чиновник областной администрации также призвал граждан активнее взаимодействовать с властями. Я хочу сказать еще о дополнительно возникших возможностях у жителей, у граждан проголосовать за возможность включения региональной дороги в план ремонта. Такая возможность открывается буквально с понедельника. 400 дополнительных километров, помимо утвержденной официальной программы ремонта, будут включены в программу по голосованию граждан. Такой дополнительный функционал мы запускаем на портале Добродел. Примерно треть прозвучавших вопросов, и это определенная закономерность подобных форумов, касались проблем, решения по которым уже принята и ведется работа. Как отмечают организаторы, такое положение вещей сложилось из-за недостаточной информированности населения о работе властных структур. И подобные встречи в том числе должны восполнять имеющийся информационный пробел. Если же проблема актуальна, она фиксируется и принимается к сведению. Это не может быть немедленно произойти. Но я вот анализировала, какое количество вопросов, прозвучавших на предыдущих форумах, нашли свое разрешение. В среднем, хотя нельзя говорить в среднем, но в среднем, порядка 60-70% проблем, озвученных на форумах, решаются. Прошедший форум еще раз показал, что тенденция прямого диалога между народом и властью получает все больше развития. И для того, чтобы московский регион вошел в число лидеров по ряду отраслей, такой диалог жизненно необходим. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.